Здравствуйте! На канале БУК-ТВ большие вечерние новости. В студии Виталий Матюшин. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти семь дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. Во славу Родины на площади церемониалов Брестской крепости прошел ритуал принятия присяги. Большому кораблю большое плавание Ирина Альшова с главными итогами деятельности профсоюзной организации области. В ожидании чуда город над Бугом активно готовится к встрече нового года. Об этом и не только. Прямо сейчас детально и подробно. Торжественная церемония принятия военной присяги состоялась сегодня в областном центре Брещины. Клятву быть преданными своему народу, свято соблюдать конституцию Республики Беларусь, а также выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников произнесли более 1100 человек. По традиции прошло мероприятие на площади церемониалов мемориала Брестская крепость-герой. Торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими Брестского гарнизона состоялась сегодня в мемориале Брестская крепость-герой. Священная земля цитадели – место особое. Здесь охраняли мир и покой, отстаивали независимость и суверенитет Родины, деды и прадеды. Сегодня здесь же клятву верности Белоруссии и белорусскому народу произносили их благодарные потомки. «Сегодня в вашей жизни торжественный, волнующий и запоминающийся день. Через несколько минут при лицом своих товарищей, с оружием в руках, вы дадите торжественную клятву на верность белорусскому народу. Вы – лучшие представители молодого поколения нашей страны. И именно вам, с оружием в руках, Родина доверила защищать ее цивилизм и независимость. Я уверен, что эти слова торжественной присяги вы принесете в своем сердце через всю свою жизнь». Житель Гродно Алексей Пустовой будет служить в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде элитных войсках, попасть в которые сложно. Нужен определенный уровень здоровья. Служить непросто, но почетно, а вспоминать потом можно с гордостью. Молодой человек отмечает, выбор был осознанным и уверен – служить надо с полной отдачей. «Я подходил к состоянию здоровья. У меня первая степень годности. Я изначально решил для себя, что в армии я нацеливаюсь на реальные войска, где можно показать себя, где можно научиться чему-то, а не просто отсидеться. Для меня было важно служить и служить правильно и хорошо». Сегодня присягу в крепости принимали более 1100 новобранцев, а всего в мероприятии приняли участие порядка 6000 человек. Рядом с военнослужащими – близкие. Из Гродно в Брест приехали родные и друзья Алексея Пустового. Волнение важных минут солдатам разделила большая группа поддержки – 13 человек. «13 человек. Самый старший – это нашего сына прадедушка. Ему 90 лет, который ездит на все присяги ко всем внукам и попал к правнуку. Конечно, сложно и отпускать было, но ничего страшного, они должны это пройти, должны как-то возмужать, научиться чему-то, быть примерными, прилежными». Поздравили новобранцев с принятием военной присяги и представителей руководства области и города, военного командования, депутатского корпуса, а также ветераны вооруженных сил. Все они желали солдатам достойно исполнить свой воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. «Защита своего отечества всегда считалась почётным, ратным трудом и главной обязанностью мужчины. И как бы ни менялись времена и поколения, строка в биографии о службе в рядах вооружённых сил сегодня, как и десятилетия назад, является одной из лучших характеристик. Ведь армия – это своеобразная проверка на прочность характера, силы воли и готовности защитить свою страну, семью, родных и близких». Уходящий год для Брестского областного объединения профсоюзов стал знаковым. Организация отметила 70-летний юбилей. За свою долгую историю профсоюз не раз менял свое название, но никогда не изменял своей главной цели – защищать интересы трудящихся, стоять на страже трудового кодекса и помогать в трудных ситуациях. Сегодня в составе федерации работают 137 районных и городских объединений профсоюзов, в том числе 19 в Брестской области. Каким стал 2018 год для объединения в целом, все ли намеченное удалось выполнить и какие задачи предстоит решать в году наступающем? Ирина Альшова пообщалась с председателем Брестского областного объединения профсоюзов Александром Мурашкиным. Сегодня в профсоюзе Брещена 445 тысяч трудящихся, поэтому главная задача организации за 70 лет существования не изменилась. Это забота о человеке труда и защита его интересов. Поэтому люди чаще всего обращаются в профсоюз за правовой защитой и юридической помощью. Для этого в области работают 9 правовых инспекторов труда, а также соответствующими полномочиями наделены 19 руководителей районных и городских профсоюзных объединений. В 2018 в ходе личных приемов, письменных и устных обращений рассмотрено порядка 12 тысяч вопросов. Работникам возвращено более 100 тысяч рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателям. Вопросов больше идет по зарплате, по выплате зарплаты. Где-то люди не согласны, где-то какие-то недоплаты идут. Понятно, что уровень даже бухгалтерской службы различных предприятий и организаций, он не всегда соответствует уже с сегодняшним требованием. Поэтому наши правовые юристы или специалисты по правовым вопросам консультируют. Следующий вопрос – это заключение контрактов, окончание контрактов, прерывание контрактов. Люди не всегда согласны с мнением или с решением нанимателя, который контракт не продлевает. Поэтому тоже эти вопросы зачастую поднимаются, и мы их рассматриваем и даем консультации. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда на предприятиях и организациях – одно из приоритетных направлений работы профсоюзов. В регионе трудятся 16 штатных технических инспекторов и более 12 тысяч общественных, 16 рейдовых групп. В среднем проводится порядка 150 проверок в год. Профсоюзная организация, особенно общественный инспектор, которых у нас на сегодняшний день чуть более 12 тысяч по области, он работник, он стоит на конвейере, он выполняет какую-то функцию. И без организации нанимателя, без организации службы охраны труда он самостоятельно не может решать проблему. Если на предприятии, если в организации налажена система охраны труда, и профсоюзные представители общественного инспектора труда здесь имеют свое место, и их работа тоже оговорена, обеспечена инструкциями, приказами и так далее, то тогда и результаты есть однозначно, и будут результаты. В зоне особого внимания техника безопасности на рабочих местах, состояние санитарной зоны, бытовок, комнат принятия пищи, наличие справочной документации, а еще температурный режим в производственных помещениях и цехах, обеспечение работников специальной одеждой и обувью. Но, как показывает практика, главной причиной несчастных случаев была и остается халатность самих сотрудников. В 2018 году выявлено почти 6 тысяч нарушений. Я вижу, что профсоюзные комитеты здесь недоработают в том плане воспитания, воспитательной работы с работниками, с членами профсоюза, которые позволяют себе нарушать. Вот здесь, конечно, есть недоработка. А так, я говорю, если наниматель организует работу, и система работает охраной труда, и здесь вживаются, и находят свое место, и определяют место общественные инспекторы труда, результаты есть. Активно сотрудничают профсоюзы и с зарубежными коллегами в объединении 18 действующих международных договоров с Россией, Украиной, Вьетнамом, Польшей. Один из последних заключенных с Федерацией профсоюзов китайской провинции Хубей, у которых есть интересный опыт. Инвестиционный договор невозможно заключить, если там не будет прописано в течение года создать профсоюзную организацию. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если профсоюзную организацию не создает наниматель в течение года, но с момента выплаты зарплаты работникам, он 2% от фонда заработной платы перечисляет тогда в вышестоящую профсоюзную организацию. То есть, получается, наниматель в этом случае, таким даже образом, он однозначно заинтересован эти деньги тратить на своих работников, на членов профсоюза своего коллектива. Поэтому вот здесь, конечно, у нас такого законодательства нет. Хотелось бы. Одним из важных достижений уходящего года стала работа над законопроектом нового трудового кодекса. Около 40 предложений профсоюзов учтено при разработке документа. Два из них от Брестского объединения профсоюзов касаются бронирования рабочих мест для лиц, призванных на срочную службу и в резерв, а также об установлении равных материальных прав для работников на разных формах контракта. Тема социального партнерства для областного профсоюза также в числе приоритетных. И задача объединения – сохранить все ключевые позиции, прописанные в соглашении с облсполкомом по социальной защищенности работников и соблюдению трудовых гарантий. В начале января 2019 года документ будет подписан на очередной трехлетний срок. Соглашение, которое сейчас действует в Брестской области, оно считается в Республике Беларусь одним из самых лучших, одним из самых наполненных и наиболее защищающих членов профсоюза. Поэтому мы не должны ни в коем случае сдать свои позиции и дальше подготовить такое соглашение, чтобы оно было, опять же, в пример всем остальным. Еще одно социальное направление работы профсоюзов – благотворительное. Объединение продолжает работу по благоустройству мемориала «Ревир» в Бресте, сохраняя память о погибших. Помимо этого здесь не забывают о своих ветеранов и дважды в год оказывают им помощь. А в рамках проекта «Профсоюзы детям» организация шефствует над 31 детским интернатным учреждением. В течение года профсоюз оказывает поддержку малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами при сборах в школу, а также устраивает новогодние рождественские утренники. Потому что, уверены, человек – это главный ресурс любой организации. Ирина Альшова, Эдуард Бакнович, Антон Луговкин. Специально для итогов недели. Сегодня день профилактики травматизма. Насколько серьезную угрозу для жизни он представляет, знает каждый. Люди получают повреждения разной степени тяжести, становятся инвалидами, лишаются жизни. По чьей-то вине либо собственной беспечности. Недавно в Бресте образовался первый гололед. В итоге в неприятности попали и автомобилисты, и пешеходы. За сутки, 3 декабря, в травматологию больницы скорой медицинской помощи попало 267 человек. Медики помогли, конечно, всем, но в такой непредвиденной экстремальной ситуации возникли вопросы с оперативностью и своевременностью оказания помощи. Неделей позже на аппаратном совещании с участием структурных подразделений облсполкома губернатор региона Анатолий Лис указал на недопустимость повторения фактов, когда травмированные люди жаловались на отсутствие возможности получить своевременную помощь. Что делать, чтобы зимняя сказка не обернулась неприятностями и Новый год встретить дома, а не в больнице, расскажем далее. Печальный отчет первых жертв ранней зимы начался. Однако заложниками гололеда стали не только жители города, но и в какой-то мере врачи. За сутки, 3 декабря, в травматологию больницы скорой медицинской помощи попало 267 человек. 20 из них было госпитализировано. Ушибы, переломы конечностей, вывихи, сотрясения головного мозга. Все прелести зимы брещане ощутили в полной мере. Нагрузку травмпункт в большей степени выдержал, правда к такому количеству пациентов врачи готовы не были. И неудивительно, подобная ситуация случалась в Бресте лет 10 назад. Помощь была оказана всем, мы приложили к этому максимум усилий, вызвали персонал из дома, мобилизировали резервы, отменили операции. Мы сделали кое-какие выводы, конечно же, что-то какие-то в организации поменяем. В принципе, и все здравоохранение города тоже сделает кое-какие выводы, то есть в плане, чтобы оптимизировать этот процесс, чтобы люди меньше ждали. Потому что, ну, если одновременно в любое место огромное количество людей придет, все равно образуется очередь. То есть, ну, таким ситуациям мы будем готовы. Атака проснувшейся зимы застала врасплох многих. Их и за несколько скользких дней больше работы стало и в травмпункте Брестской детской областной больницы. К испытанию на прочность здесь были подготовлены. У нас было где-то порядка 55 обратившихся вот за вот эти два дня. То есть, это было больше, чем обычно. Обычно мы в зимний день имеем по обращению в наш, допустим, травмпункт детской областной больницы, где-то порядка 30-35 детей. Зимний травматизм считается самым опасным не только из-за классического сочетания капризная погода плюс банальная спешка, желание провести время на замерзших реках, озерах и прудах. Вот то, что таит в себе особую угрозу. В этом году в Брестской области хрупкий лед унес жизни 67 человек. Из них семеро детей. Толщина льда, она достаточно разная. Но безопасно выходить на лед, когда он имеет толщину более 7 сантиметров. Поэтому, конечно, надо обращать на это внимание. Рыбаки тоже должны, прежде чем идти на лед, сами обезопасивать себя. То есть, брать с собой спасательные жилеты, какие-то веревки. И, конечно, перед тем, как идти, простукивать лед, чтобы знать, что он достаточно прочен. Если основные причины сезонных травм – невнимательность к внешним условиям городской среды, то в целом травматизм – это плата за халатность к собственному здоровью. В этом году в Бресте области регистрируется рост детской смертности от внешних причин. За 9 месяцев 2018 из-за несчастных случаев погибло 27 детей. Возросло количество суицидов и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий и падений с высоты. Наиболее травмируемая возрастная категория – это подростки в возрасте от 14 до 17 лет. По структуре травматизма в течение ряда многих лет на первом месте стоит, конечно, бытовой, на втором – уличный травматизм. Остальные все виды – спортивный, дорожно-транспортный, школьный – значительно меньше. С 10 по 14 декабря в Бресте прошла неделя профилактики травматизма. В ее рамках состоялись пресс-конференции, круглые столы, семинары, информационные часы. Говорили о многом – детском и взрослом травматизме, возможности его получения ввиду погодных условий и, конечно, профилактики. Это проблема, которую надо решать комплексно. МЧС, ГАИ, ОСВОД, коммунальные службы, представители отдела образования, здравоохранения и сами граждане. Только общими усилиями можно создать безопасную среду обитания для себя и детей. Вы смотрите программу «Итоги недели». Продолжаем разговор об актуальном и важном. Вопросы молодежной политики уже не один год находятся в приоритете в белорусском государстве. Юноши и девушки окружены вниманием и заботой. Их идеи поддерживаются, а проблемы решаются благодаря сотрудничеству с представителями вертикали власти и неравнодушными горожанами. Так, минувшая неделя отметилась двумя важными событиями в жизни молодежи. На базе научно-технологического парка прошел областной этап конкурса «100 идей для Беларуси», а для ребят-инвалидов состоялась традиционная «Елка желаний». Оба мероприятия получили отклик у ребят разного возраста. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Более трех десятков проектов вошли в большую презентацию в рамках областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Каждый из ребят-участников форума прошел отбор в своем районе. Теперь все они борются за выход в финал, чтобы уже в столице доказать себе и другим, что именно его проект будет иметь жизнь. Прошли во всех городах Брестской области региональные этапы. Сюда уже приехали лучшие. Был такой серьезный отбор. Скажем так, проект очень интересный, очень важный для нас. Сегодня более 30 участников у нас присутствуют на областном этапе. Евгений Корней, 11-классник из областного кадетского училища, предлагает взглянуть на математические задачи через призму военного дела. Например, как с помощью подручных материалов измерить высоту дерева с точностью до сантиметра. Наша страна должна иметь хороших кадров, которые могут ориентироваться быстро в любых ситуациях. И данный сборник именно поможет в достижении этих целей. В нем составлены задачи, которые могут применяться в реальных ситуациях. И поэтому более быстрее можно ориентироваться в ситуациях. Например, там задача есть военно-преплывного характера. Например, измерить высоту дерева. Как сделает сержант это, например? Он поставил просто палку перед собой. Можно сказать, и это шел. И соотнес верхушку палки с верхушкой дерева. И получилось два подобных треугольника. И через подобие треугольника он нашел высоту дерева. Последние несколько лет организаторы отметили такую тенденцию. Все больше среди авторов проектов появилось школьников. Например, Артур Рудич. 13-летний увлеченный физик на зональном этапе предложил экспертам свою разработку. Катушку Тесла. Относительно простой механизм будет востребован среди людей, работающих под землей либо на глубине. Удача улыбнулась юноше. И теперь он на областном этапе конкурса. Я хотела бы увидеть, как мой сам проект начал распространяться по всей Беларуси. Может даже по всему миру. Мне очень важно, что будет с моим проектом дальше. Конкурс «100 идей для Беларуси» – это в первую очередь площадка для обмена идеями и опытом. Как показывает практика, многие изобретения и проекты, представляемые в рамках выставок, воплощаются в жизнь. Очень важно уметь их грамотно и качественно представлять. А если этого нет, но сама по себе инициатива достойна внимания. В этом случае эксперты и члены жюри подсказывают конкурсантам, направляют их. Прекрасно, что эти люди у нас. Я надеюсь, что все идеи, которые здесь представлены, не потеряются. Абсолютно все. Каждая идея, представленная на этом конкурсе, будет востребована. Желаем успехов. Но не только поддержка идеи проектов молодежи в центре внимания. Накануне в областном центре был дан торжественный старт большому марафону «Елка желаний». В этом году его участниками стали порядка 30 юношей и девушек, имеющих проблемы со здоровьем. Их амбиции, наверное, не столь велики, однако каждая загаданная просьба искренняя и долгожданная. На протяжении 5 лет мы проводим эту акцию. В этом году у нас она получилась более масштабной, то есть более 30 детей мы стали участниками акции. Они написали письма. Это дети из практически всех регионов Брестской области. В основном это дети, которые состоят в обществе, дети в беде, дети, которые борются с онкологическими заболеваниями и различными заболеваниями крови. Поддерживают проект в этом году более 15 предприятий. В канун Старого Нового года пройдет торжественная церемония, на которой каждый участник акции получит заветный подарок. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербайдуард, Букуноч, Антон Луговкин. Итоги недели. До наступления нового 2019 года остается все меньше времени. В ожидании праздника преобразился город. Улицы Бреста окрасились разноцветной иллюминацией. Ана Гоголя и Пушкинской брещан и гостей города встречают новогодние ярмарки. 22 декабря зажжет огни главная елка Бреста и уходящий год выйдет на финишную прямую. Сегодня жители областного центра активно покупают сувениры, новогоднюю атрибутику и планируют меню праздничного стола. А еще наряжают красавицу елку. Искусственные деревья можно приобрести на новогодней ярмарке. А вот елочные базары, где можно купить живой экземпляр, откроются 17 декабря. Наш корреспондент Ирина Альшова отправилась на плантацию новогодних елей, чтобы узнать, где и как выращивают вечно зеленых красавиц. Многие из нас не представляют себе Нового года и Рождества без красавицы елки. С искусственными все понятно, их привозят с фабрик. А вот где и как выращивают новогодние вечно зеленые красавицы, знают немногие. Некоторые даже предпочитают не покупать живую елку, считая тем самым, что берегут лес и сохраняют природу. Но это заблуждение. Деревья для елочных базаров не из леса. Их выращивают на специальных плантациях. Одна из них в Каменецком районе. И таких делянок в Каменецком лесничестве добрый десяток. Здесь уже много лет занимаются разведением новогоднего атрибута. Под плантации в лесничестве приспособлены отдельные земельные угодья. Есть делянки 2006 года высадки, а есть 2013-го. Каждая от одного гектара. На них растут и ждут своей очереди стать украшением праздника. Порядка 10 тысяч елочек. Через несколько дней они появятся на базарах Бреста и Каменца, чтобы принести в дом дух волшебства. Елку, когда заносишь с мороза, с холода, елку вырубаешь, когда заносишь в тепло, она начинает выделять свою, ну, наверное, от смолы свой запах такой, фитонциды, наверное, такие вот приятные для, ну, как бы чувствую, что пришел Новый год. В начале сезона каждую делянку обследуют. Деревья должны соответствовать требованиям рынка. И только потом плантация идет под вырубку. Кстати, высота и пушистость зеленых красавиц зависит исключительно от капризов погоды. Елка не любит сухость. Этот фактор надо учитывать и при установке деревца дома. Во-первых, проверьте ее при покупке. У свежей ели ветки гибкие и не ломаются. А если вы хотите, чтобы елка простояла месяц и не потеряла иголки, ее нужно ставить подальше от батареи и напитывать влагой. Покупать надо свежесрубленную елку и ставить ее обязательно в воду, конечно. Сейчас много разных продается подставочек, которые... И смотреть, доливать эту воду. У меня подставки нет, ставим в ведро, в ведро наливаем воду, а в сам стволик запаковываем пластиковые бутылки, наливаем тоже в бутылки воду и запаковываем ее бутылочками. И все, она прекрасно сохраняет свои свойства. Что же касается цен, то живая елка до одного метра на елочном базаре потянет на 6,5 рублей, а двухметровая обойдется чуть больше 10. Искусственная же за счет своей практически вечной износостойкости обойдется значительно дороже. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет. Искусственную, потому что дома дети, и искусственную мне точно не перевернут. Более устойчивая и надежнее. И дольше выстоять, не надо каждый год тратиться. У меня дети ставят большую елку, весь рост, и натуральную. И игрушки у нас тоже натуральные. Искусственная. Почему? Не осыпается. Ну, потому что не осыпается. Так практичнее намного. Мне нравится живая елка. Как-то и запах, и вообще как-то живое все. И в доме как бы само по себе живо. И пахнет настоящей, настоящей лесной красавицей. Короче, решили поставить такую живую елочку. Искусственная елка больше приносит праздника, радости. Настоящая, живая. Раньше ставилась как-то. А сейчас больше делают упорно искусственной ели. Ну, красивее, интереснее. Больше атмосферы праздника. Меньше мусора и проблем. Сложно представить Новый год без елочки. Кто-то предпочитает натуральный запах хвои и лесную гостью под потолок. Кто-то выбирает праздничный атрибут из искусственных материалов. А какая елочка украсит ваш дом в новогодние праздники? Ирина Альшева, Павел Малышонок от Налуговкин. Специально для итогового выпуска. В продолжение темы есть места, ощущения и чувства, которые не описать словами. Зато их можно показать. В Бресте ждет своих гостей необычная экспозиция, привезенная из города старинных традиций, узких улочек и красивых легенд древнего польского Кракова. Место встречи желающих познакомиться с выставкой «Краковские рождественские вертепы. Музей спасенные художественные ценности». На открытие побывала съемочная группа нашего телеканала. Рождественский вертеп своими руками предварял выставку «Мастер-класс», который для юных брещан провел специальный гость мероприятия «Бодличник из Кракова». У третьеклассницы Ульяны Войтовича в этом непростом, но крайне занимательном деле миссия особенная. Девочка мастерит главных кукольных героев для вертепа – Марии и Иосифа. К слову, вертеп – это своеобразный рождественский театр, показывающий, как был рожден младенец Иисус Христос. Мне очень понравилось, потому что тут весело, и можно хорошо развивать логику. И можно хорошо научиться делать разные поделки. Мне помогала мама, потому что я в первый раз делаю это. Создание краковских вертепов или по-другому батлеек имеет большое значение и для Кракова, и в целом для Польши. Это очень красивая традиция, которая две недели назад была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Феномен краковского вертепа – необычной композиции в честь рождения Христа возник в исторической столице Польши – Кракове в XIX веке. Прекрасная старинная традиция живет и сегодня. Современные батлейки готовятся на традиционный польский конкурс, где определяют самую красивую модель. Творцами являются любители – взрослые и дети. Лучшие работы, отобранные на конкурсе, сегодня путешествуют по разным уголкам Брестской области. С работами уже познакомились жители Пинска, на очереди – Барановичи. Мы делаем очень много культурных проектов, культурных, научных проектов. Решили мы в этом периоде на преддверии Рождества Христова показать то, что теплое, то, что хорошее, то, что традиционно в Польше. Мягкое мерцание свечей, теплый свет, живой звук и простые таинственным образом движущиеся куклы. Вертепы оригинальных форм и самых разных размеров погружают зрителей в мир древней мистерии. В этом уверены сотрудники исторического музея Кракова, которые и работали над созданием поистине волшебной экспозиции. Интересным является то, что это уже становится семейной традицией. Например, дедушка обучает мастерству своего сына или внука. В наших конкурсах также участвуют девушки и женщины. А то, что две недели назад традиция была внесена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, говорит о том, что мастерство краковских вертепов сейчас является важной составляющей не только для национальной культуры, но и международной. В преддверии новогодних праздников организаторы приглашают всех желающих совершить путешествие в удивительный мир истории краковских рождественских батлейк. Выставка будет работать до 13 января следующего года. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Но независимо от метеопрогноза, в любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительные моменты и чаще улыбайтесь. Тогда все у вас получится. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 16-17 декабря республика будет находиться на периферии холодного скандинавского антициклона. Скажется влияние фронтального раздела. 16 декабря ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, умеренный и днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 0 до 2 градусов со знаком минус. Днем будет немного прохладнее. Минус 1, минус 3. 17 декабря сохранится облачная погода. Ветер западный неустойчивый, слабый. На отдельных участках дорог гололедится. Дневные и ночные температуры останутся неизменными. От 0 до 2 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова